Ты не бойся, он хороший, хоть на нас не похожий Не похожий на тебя, не похожий на меня Просто так похожий парень чернокожий Не похожий на тебя, не похожий на меня Просто так прохожий парень чернокожий добрый вечер я вас приветствую на моем канале а про манго мукбанго бутербродики опять как говорится не опять а снова значит так что стоят они значит хлеб этот дарвинский столовый хлеб столовый горчичка русская вот такая не реклама и ветчина казахская ветчина по-царски да ну хорошо пусть по-царски нет ни казахстая белорусская хорошо присоединяйте со мной мои дорогие зрители будущие подписчики покушаем вместе огромное вкусно и вот и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Почитаю сегодня Про Волгу ГАЗ 24 ГАЗ 24 Волга Много 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 Ну это сколько Да Почитаю про Волочку Про Волдочку Между прочим они сейчас Эти Волги я вижу Бывает попадаются На глаза На ходу Там по моему Парка со стороны Конечно Алюминиевый 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 Естественно Алюминиевый не такой Как это Как делают эти Кастрюля Из алюминия А усиленный Кастрюля Из дюралия Ну я имею ввиду Что алюминиевые Кастрюля Дюралевые Нет Дюралевые Не алюминиевые А дюралевые Ага Да Да Катеря Волга 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 Тай Сухи Капали Волга Сухи Волга Волга Сухи КОНЕЦ 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 Старые машины, они крепче, чем сейчас. Да. Ну там может быть и не дюраль, а может быть это самые стальные корпуса. На Волгах? Да. Стальные? Конечно. Они очень тяжелые машины. Машины дальше тяжелые. А сейчас используются... Я помню, машины раньше Волги были. Спереди на капоте бегущий олень. Он так выглядит, как будто он бежит. В скеле бегелый. Ну в общем, при беге. Ты не путаешь это с другим автомобилем? С другим автомобилем не путаешь? Нет. Нет. Именно вот такой вот? Ну посмотри вот. Есть эти Волги с этим самым, с оленем с этим, с блестящим. Блестящий олень. А больше никаких машин я не видела с оленем. Олень на капоте? Да. А может эти? Да. Вот он. Да, да, да. Это ГАЗ-24 есть. Просто есть с оленем, а есть без оленем. Я не знаю какую это самую модель. Что я тогда была? Сначала ребенком, потом уже видела, когда работала уже. Ну молодая была еще. Это же таксомоторная эта самая. Раньше таксишки эти желтые были. С зеленым огоньком. Да. Это означало, что свободная зеленая огонька. Шашечки сверху. Да, шашечки сверху и по бокам на передней двери. И впереди на капоте тоже шашечки. Да. Шашечки. Шашечки. Да. Шашечки. Ай! Вкусночишся! Слеженькай все. Все свежее, все вкуснее Вот он, олень Олень и Горьковский автозавод Еще был Ничем не хуже, чем сейчас Да лучше, да Потому что они были стальные Они как броня все равно А сейчас прибавили скорость, ага Ласадинные силы прибавили А вес уменьшили Да Да Ты шуче? Угу. 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 Ну давай. Не болеете самое главное. Ага. Не болеете. Ага. Самое главное не болеете. Да. Особенно сейчас. В зимнее время. Кирик любит это время. Летом как-то он не очень любит. А вот зиму. Позднюю осень. Очень любит. Он прям размножается. Прямо в лесовой погоде. Так. Что ж пьем чай погорячее уже. Конечно. Погорячее. 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 Ммм. Ммм. Кислющий лимон. Готови по моему немного. Ммм. 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 В казах уже не вкусно. В казах уже вкусно. Правда. Правда? Мы же не раз убеждались в этом. Я не первый раз покупаю продукты, мне все нравится. У белорусов тоже неплохо. Мы сейчас в основном покупаем продукты и в казахских, и в белорусах. Ах, хорошо. У меня. Да. Ах, хорошо. И вкусно. Да. Хорошо и вкусно. Вкусно. Все вкусно, как всегда. Вкусно. 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 напились согрелись холодно на улице варежки ватные штаны ватник шапку ушанку шутка валенки так усва ну что ж осталось только прочитать в Питере только валенки носить самая хорошая обувь теплая, мягкая, удобная, практичная в самый раз как и обещал прочитаю вам про автомобиль Волгу ГАЗ-24 Волга советский автомобиль среднего класса серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1967 по 1986 год представляет собой пятое поколение легковых автомобилей ГАЗ является преемником модели ГАЗ-21 Волга с 1956 года ГАЗ выпускает автомобиль Волга ГАЗ-21 и его модификации на момент своего появления ГАЗ-21 был вполне современным автомобилем и отличался рядом оригинальных конструктивных дизайнерских решений однако к началу 1960-х годов он уже достаточно устарел в первую очередь в плане дизайна работа по созданию автомобиля на смену ГАЗ-21 были начаты в 1958 году под руководством Александра Михайловича Невзорова изначально в 1958-1960 годы автомобиль прорабатывался в варианте с равным шасси впоследствии выбор был сделан в пользу несущего кузова и более современной компоновки с пониженной линией крыши автомобиль с самого начала проектировался под разные типы двигателей модернизированный четырехцилиндровый от ГАЗ-21 вновь разрабатывался трехлитровый V6 имевшийся на производстве V8 от ГАЗ-23 а впоследствии также четырехцилиндровый рядный дизельный двигатель иностранного производства над внешним обликом автомобиля параллельно работали две команды дизайнеров под руководством Льва Еремеева и Леня Цоколенко ими с 1959 по 1964 годы было построено не менее 8 пластилиновых поисковых макетов сильно отличавшихся по своему внешнему виду новая модель требовала значительно более высокой общей культуры производства по сравнению с производственницей поэтому параллельно с разработкой автомобиля производились модернизация технологического оснащения завода на его территории были возведены новые современные оборудованные цеха а за его пределами возведены заводы штампов и пресс-форм и коробок скоростей опытные образцы ГАЗ-24 принято разделять на три серии первая серия повторяла макет Льва Еремеева 1962 года было собрано три образца номер один 1962 год 20 декабря первый ходовой образец в ходе испытаний автомобиль проходит 72 тысячи километров из них 62 тысячи 500 в Крыму и на Кавказе в 1964 году изначально оснащен опытным четырехцилиндровым двигателем ГАЗ-327 с непосредственным впрыском бензина электронным управлением подачи топлива который при пробеге 4200 километров из-за недостаточной надежности новых систем заменен на форсированный до 94 лошадиных сил двигатель ГАЗ-21Д так номер два так 1963 год начало заводских испытаний в Крыму проходит 75 тысяч километров в ходе износных испытаний на бетонном шоссе Горький Москва номер три 1963 год оснащен двигателем 2,99 литров V6 с АКПП ходовые образцы второй серии строились по макетам 1962 года авторства Соколенко между тем к 1964 году обе команды дизайнеров представили новые макеты вне сухости автомобиля существенно переработанные по сравнению с предшествующими вариантами на заседание городского заводского художественного совета 10 января 1964 года в качестве окончательного был утвержден проект за авторством Соколенко и Киреева а проект Еремеева отвергнут как менее оригинальный имеющий неудовлетворительную аэродинамику примерно так же в основном завершалась и обработка агрегатной части акт о приемке машины промышленное производство был подписан осенью 1966 года когда тогда же автоэкспортом несколько преждевременно было объявлено о начале производства нового советского автомобиля так так 10 мая 1967 года было получено свидетельство на промышленный образец однако к этому времени приоритет завода существенно изменились из-за международного кризиса спровоцировавшую шестидневной войной на газ пришло указание резко увеличить выпуск военной техники а также в ускоренном порядке довести до конвейера новую модель бронетранспортера газ 49 впоследствии принят на вооружение как БТР 70 по этой причине работы по новой легковой модели оказались значительно задержаны сборка первой малосерийной партии газ 24 начались летом 1967 года к концу года было собрано 25 экземпляров в 1968 году было собрано еще 31 или 23 машины по разным данным в том числе прототипы 6 8-цилиндровых машин универсалов такси в следующем году произвели 315 машин а к концу года запустили конвейер до снятия с производства газ 21 15 июля 1970 года было выпущено еще 430 автомобилей вот такая история про газ 24 4 так 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 вам видео понравилось тогда подписывайтесь на мой канал ставьте лайки задавайте вопросы пишите комментарии под видео нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить интересные видео главное меня это мотивирует и придает стимул чтобы поддержать канал приходите по ссылочке которая находится под видео большое вам спасибо ну все здоровья счастья успехов спокойной ночи спокойной ночи что-то уже зеваю тоже все высыпайтесь все пока до завтра ну все как обычно завтра встретимся еще раз что-то cierto там